Слово для приветствия предоставляется первому секретарю Центрального комитета Монгольской народно-революционной партии, председателю Президиума Великого народного хурала Монгольской республики, товарищу Южмагину Токенбалу. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи! АПЛОДИСМЕНТЫ От имени монгольских коммунистов и трудящихся Монгольской народной республики позвольте передать вам элегантам 26-го съезда КПСС и в вашем лице многомиллионной армии советских коммунистов всему героическому советскому народу братский привет и самые найдущие пожелания. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы выражаем нашу сердечную благодарность Центральному комитету КПСС за приглашение делегации МНРП на червотной съезд Великой Ленинской партии. АПЛОДИСМЕНТЫ Отчетный доклад ЦК КПСС в съезду, с которым выступил выдающийся деятель международного коммунистического движения верный марксист-ленинец неутомимый борец за мир и дружбу между народами генеральный секретарь Центрального комитета КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев произвел на нас незгладимое впечатление. АПЛОДИСМЕНТЫ Для политики КПСС и ее Центрального комитета характерно единство коммунистической партийности и научной обоснованности в определении и осуществлении незребных задач. Именно это достоинство отличает отчетный доклад ЦК КПСС. АПЛОДИСМЕНТЫ Доклады ярко и убедительно освещена многогранная плодотворная деятельность ЦК КПСС направленная на укрепление могущества Родины Октября подъем благосостояния и культуры советского народа защиту мира и международной безопасности. АПЛОДИСМЕНТЫ КПСС Коммунистические партии Советского Союза и ее Центральный комитет вносят неценимый вклад в творческое развитие марксистско-ленинской теории, в исследование актуальных проблем становления и развития коммунистической формации. Величественные перспективы развития первой страны строящегося коммунизма Советского Союза нашли яркое отражение документы основные направления экономического и социального развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года, который всецело одобрен Советским народом и вызвал широкий резонанс во всем мире. Росмогущество Советского Союза и всех братских социалистических стран это надежные гарантии укрепления мира и безопасности народу. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно Советский Союз вносит и решающий вклад в развитие экономического потенциала и укрепление обороноспособности мирового социалистического Содружества и украшения всеобщего мира. АПЛОДИСМЕНТЫ Растущая консолидация социалистических стран базируется на общности их целей строительства социализма и коммунизма. Социалистическая экономическая интеграция, ставшая объективной реальностью, способствует прежде всего экономии труда и средств и интернационализации опыта строительства нового общества. развитию международных экономических организаций, применению оправдавших себя форм и специализации и кооперирования производства и труда. Все это является материальным фундаментом дальнейшего вручения братской дружбы и всестрального сотрудничества братских стран социализма. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Товарищи, во всей своей деятельности наша партия первостепенное значение передает распространение передового опыта. Исходя из указаний Владимира Ильича Ленина о силе премьера в организации труда, мы уделяем мне славное внимание изучению и творческому применению в наших условиях богатейшего опыта КПСС советского народа в создании нового общества. Драгоценный советский опыт является для нашей партии всего трудового народа Монголия путевательной звездой. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы, монголы, шли, идем и впредь будем не поколебим идти по пути открытому гениальным Лениным и Великим Октябрем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Товарищи, внешнеполитическая линия стран социализма наследшая свое яркое воплощение принятой 24-м и 25-м съездами КПСС программе мира встретила одобрение и поддержку всех народов народов. Однако силы империализма и реакции в первую очередь США и НАТО стремятся всячески воспрепятствовать процессу разрядки, вернуть мир к временам холодной войны. В одном строю с сильными международной реакцией выступает нынешнее китайское руководство, политика и практические действия которого направлены на срыв международной разрядки, раскол мировой социалистической системе на ослабление и подрыв братских связей социалистических государств с их главной опорой Советским Союзом. Продолжение Пекином эрекционного маоистского курса это реальная опасность телу мира и спокойствия не только в Азии, но и во всем мире. Поэтому борьбу против империализма и реакции за социализм и прогресс наша партия неразрывно связывает с борьбой против эрекционного маоизма великороджевного гегуманизма китайских либеров. Товарищи, все новых успехов добивается в силе национального освобождения и прогресса. Подтверждением этому служат победы народов Анголы и Эфиопии, успехи прогрессивных сильных руга и других стран. Но империализм не сдает своих позиций без боя. Он пытается перейти наступление, вернуть утраченное. Об этом говорят попытки империалистической реакции и ее пособников вмешиваться для Кампучии и Афганистана. Об этом же свидетельствует частности и кампания, развязанная империалистами вокруг Польши. Попытки подорвать социалистические завоевания трудящихся этой страны. Монгольские коммунисты, как и весь народ, были и останутся всегда верны все побеждающими идеям марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. Дорогие товарищи, наша партия, вся наша страна находится на пороге знаменательных событий 60-летия Монгольской Народной Революционной Партии и 60-е годовщины Монгольской Народной Революции. На очередном 18-м съезде МНРП нам предстоит определить дальнейшие задачи развития материально-технической базы социализма в МНР. Существляя социально-экономические преобразования в нашей стране, укрепляя ее безопасность, мы постоянно опираемся прежде всего на всестроннюю помощь Советского Союза. Позвольте от имени МНРП выразить самую сердечную благодарность братскому советскому народу, Великой Ленинской Партии, ее Центральному Комитету, во главе с большим другом монгольского народа, товарищем Ленин Дмитриевичем Брежневым за эту бесценную интернационалистическую помощь, за братскую дружбу и сотрудничество, которые служат надежной основой успешного строительства социализма на монгольской земле, гарантией защиты наших революционных завоеваний. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, мы живем в неспокойном мире, где идет напряженная борьба между силами социального обновления общества на марксистско-ленинских принципах и реакцией, цепляющейся за отжившие в свой век общественные устои. Исторический опыт учит, что коммунисты достигали успехов в классовых боях с империализмом лишь при условия верности великому знамене марксизма-ленинизма идеям пролетарского интернационализма. АПЛОДИСМЕНТЫ Заверяем вас, дорогие наши советские братья и сестры, что монгольский народ революционной партии и монгольский народ всегда станутся верны заветам великого Ленина будут и в предвысоконности неугасимый факель нашей дружбы воима торжества дела мира, социализма и коммунизма, зажженный Владимиром Милевичем Лениным и неустрашимым сукобатором. АПЛОДИСМЕНТЫ Да здравствует Коммунистические партии Советского Союза, идущая в авангарде борьбы за мир и коммунизм. АПЛОДИСМЕНТЫ Пусть крепнет и процветает нерасторожимая испытанная дружба монгольского и советского народов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ